Косово. Исход библейских масштабов. Логотип. Косово. Исход библейских масштабов. Летемпс. Швейцария. С начала года из страну покинули порядка 50 тысяч человек, то есть около 3% населения. Жан-Арна Деран. Джина Нолт Деранс. РИА Новости Илья Питалев. Исход принимает поистине библейские очертания. Будто людей гонит чума или голод. С начала года из страны уехали 50 тысяч косоваров. Каждый вечер в путь отправляются не менее тысяч человек, молодежь, целые семьи и даже подростки 13-14 лет. Все они передвигаются небольшими группами. Они бегут из страны, где без работы сидит половина населения, и мечтают о лучшей жизни на Западе. По правде говоря, миграция идет еще со времен окончания войны в 1999 году. Несмотря на возвращение беженцев и тех, кому отказали в убежище, миграционная сальда всегда была для Косово глубоко отрицательным, в результате чего население страны прочно застряло на отметке в 1,7 миллиона человек, о чем говорят результаты переписи 2011 года. Иммиграция является залогом безопасности и безальтинативной перспективой на будущее для многих молодых людей вне зависимости от их образования, а присланы уехавшими на заработки деньги, единственное, что держит все общество. Тем не менее с декабря это явление вышло на новый уровень. Прибыльный бизнес. Те, кто хотят уехать, собираются на автовокзалах Приштины и Гнилани. Первый этап пути заключается в том, чтобы перебраться через сербскую границу в Буиновоц или Прешево, города на юге Сербии с преимущественно албанским населением. Как ни парадоксально, но виной тому во многом стали подписанные в 2014 году соглашения о нормализации отношений Белграда и Приштины, которые тогда представлялись как большой успех европейской дипломатии. Дело в том, что они серьезно упростили процедуру контроля. Теперь житель Косово может попасть в Сербию по обычному удостоверению личности. По вечерам из Буиновоц и сразу несколько автобусов отправляются на север к Суботице, которая находится неподалеку от венгерской границы. Обычный билет стоит 28 евро. Компания Незэкспресс кует железо и задействовала все имеющееся в ее распоряжении автобусы, однако свои услуги тут предлагает еще и целая свора такси имени Винов. В Гнилани же за прямой проезд до Суботица могут взять до 30 евро с человека или 1000 евро за 4 пассажиров. Путь до Суботицы занимает у Косоваров примерно 10 часов. Они восстанавливают силы в старорежимных гостиницах на берегу озера Полич. Номер стоит 15 евро в сутки. И последние несколько недель свободных комнат тут не сыскать днем с огнем. Именно тут проводники устраивают встречи с клиентами. Каждому желающему нужно выложить 250 евро. Пусть собираются рано утром, еще до рассвета. Мигрантов объединяют в группы по 20 человек и отправляют к венгерской границе, которую тем нужно пересечь пешком, через лес. Бессильные власти. По этому пути уже не первый год движутся беженцы из Сирии и Афганистана. Европейское агентство «Фронтекс» заявило об усилении контроля на границе, однако сейчас преодолеть ее просто как никогда. В пятницу венгерская полиция задержала 1269 человек, из них 1233 – косовары. В субботу мигрантов было 1022 – 991 косовар, 18 афганцев, 7 иракцев, 3 кубинца, 2 сирийца и сомальец. Задержанных оставляют под стражей максимум на 72 часа. Они могут продать прошение об убежище или получить предписание покинуть территорию страны. По данным Будапешта, с начала января убежище попросили 13 тысяч косоваров против 43 тысяч за весь прошлый год. Тем не менее большинству мигрантов удается сесть на поезд или машину до Австрии, Германии, Швейцарии, Франции и Бельгии. В некоторых приграничных деревнях клиентов напрямую забирают такси с немецкими номерами. Власти приштины не в силах совладать с масштабами набравшие обороты тенденции, а президент Косова Атефетия Яхьяга Атефетия Яхьяга обвинила Сербию в том, что та широко распахнула двери. Попустительство венгерской полиции вызывает не меньшее удивление. 50 тысяч человек – это почти 3% населения Косова, и некоторые уже сейчас делают катастрофические прогнозы, представляя себе рост явления по экспоненте. Как отмечает социолог Дюкак Джин Гарани Этот исход знаменует собой неудачу молодого государства, где получить работу можно только по блату. Кроме того, затянувшийся прошлогодний политический кризис развеял надежды тех, кто еще верил в перемены к лучшему. 17 февраля страна отметит седьмую годовщину своей независимости, однако атмосфера будет не слишком-то праздничной. Оригинал публикации «La Kosovo Connate on Exodo Proportions Bibliques» опубликована 10 февраля 2015 года 21.9.